Всем привет! Этот сезон пошел очень плодотворно, сколько много всего было заказано. Я ознакомилась с разными теплицами. К сожалению, много информации в интернете я про них не находила и покупала растения на свой страх и риск. И я так себе подумала, а почему бы мне не познакомить других искателей орхидеи с этими теплицами, со своим опытом, прежде всего, покупок в этих теплицах. Я понимаю, что это будет не очень интересное видео для многих, но если я помогу одному, двум, трем человекам, я буду только рада. Сегодня я познакомлю вас с покупками из теплицы под названием... Это французская теплица, которая при ближнем рассмотрении может, конечно, вызывать некоторые сомнения, поскольку нет даже адреса этой теплицы. Но у этой теплицы есть очень живой фейсбук, страница на фейсбуке, где есть как и положительные, так и отрицательные отзывы. Прочитав все отзывы, я поняла, что все-таки эта теплица существует. И так как мы очень часто рискуем, если что-то очень нужно, то рискнуть можно. Хотя было приличное количество именно негативных отзывов. Ну что ж, так что, когда делала я заказ, я не ожидала очень многого. Цены там, наверное, даже выше среднего, но я попала на распродажу. Наверное, бы и не делала я этот заказ, если бы тут не было 30% скидки. Здесь не написано размер горшков, высота растений, но есть вот, например, Blooming Size, Orchids in Bloom и Young Orchids. Я не заглядывала в молодые, а вот в размере цветения, и как видите, до сих пор еще есть дискаунт, 30% дискаунта. Здесь есть котлеи, очень много бульбофилумов, немного фаленопсисов, некоторые вон уже недоступны котлеи. Вот хизис есть, и все они 30% имеют скидки. Вот сейчас мы найдем, вот, который я приобрела в этой теплице, это Dendrobium Christianum. И вот это, конечно, большой вопрос, потому что это очень такой компактный, маленький Dendrobium, а вот то, что я получила. Так, вот вообще все эти красавицы. Ну, как вам писать, длинные тростинки, очень молодые, видно, что рост будет еще длинный, расти будет долго. Да, это как покупаешь аквариумных рыбок. Если видишь, что глазик такой на пол лица, это значит, что рыбка будет большая. Так и здесь, ну, тростинки такие зеленые, и видно, что еще будет расти. А этот, Dendrobium, ну, он же совсем другого вида. Почти отсутствию корней, почти полному отсутствию корней, у нас есть маленький бонус в виде, вот, бутончика. И, возможно, он развится и разовьется, и мы что-то увидим. Кроме этого, было заказано три фаленопсиса. Упаковка. Упаковка была странная, я такой никогда не видела. Вот в таких прозрачных коробках. Ну, казалось бы, что она неплохая, да. Коробки были просто положены в коробку и ничем не зафиксированы. Ну, такая очень небрежная упаковка. Охранила ли она орхидеи в дороге, не знаю, потому что повреждения вот есть, и я не знаю, когда они были сделаны. Ну, и посмотрим орхидеи. Так, тут было видно, что была адаптация, маленький листик, уже большой пошел расти. Следующий, что проблема с корнями. Да, все они пришли залитые, черный мох. Очень хорошо в этой теплице поливают орхидеи. Тут просто очень тяжелая. Уже эти орхидейки у меня лежат дня 4. Спешу сделать видео, чтобы наконец-то ими заняться. Сегодня выходной. Так, ну вот, гваделупа пинея, да. И здесь практически нет корней, но видно, что в этой теплице условия неплохие. И она уже начала наращивать какие-то корни, и уже листик такой хорошенький растет. Фаленопсис хероглифика. Большое, мощное растение, два цветоноса и вот такой вот очень странный лист. В дороге это случилось или нет. Вот смотрите, 4 дня он у меня, и это пятно не увеличивается. Не обрезала, потому что не было времени. Сейчас все я ими займусь. Но растение взрослое, крепкое, мне нравится. Ну, отрежем листик. Что там бывает, да. Вот видно поломанный листик тут. И здесь листик тоже с повреждениями. Скажу так, есть впечатление, что условия в теплице подходящие к растениям. Но вот уход, ну такие они, эти орхидейки. Немножко как бы без внимания, да. А вот здесь опять какие-то повреждения. Это фаленопсис мария. Тоже крепкое, мощное растение. Молодой листик, длинные листья. Это не мелочь, которая приходила ко мне со швертер, например. Здесь не был указан, как я говорила, размер горшка, а просто размер цветения. А сейчас я вам покажу размер цветения, который я получила от швертер. С савицей, чтобы так вот сравнить, да. Размер цветения орхид, орхид диффужен. И размер цветения у швертер. Кстати, уже один лист этот бедняжка сбросил. Желтит второй. Я не думаю, что он выживет. Тургарон не набирает. Ну там и корней не было, и листьев нет. И второй тоже. Ну вот, как бы вам показать, да, размер цветения. Так, поставим этот, чтобы сравнить. Вот, да. Размер цветения. Два размера цветения. Так что, несмотря на то, что здесь, как бы, орхидейки такие не сильно ухоженные. Но корни есть. Большие растения. Может кому-то понадобится. Может кого-то заинтересует. Такие вот тут. Очень много дендропимов разных. Ну что ж. На сегодня, наверное, все. Это все, что я хотела сказать про эту теплицу. Вряд ли я буду заказывать там еще раз. Но я, наверное, все-таки не жалею, что там заказала. Привет еще раз. Видео, которое вы видели, было снято 10 октября. А сейчас уже 12 ноября. И маленькая-маленькая вставка про адаптацию этих растений. Хотя здесь не было никаких сюрпризов. У Марии подрос листик где-то раза в два. Понемножку он адаптируется. Корни она не потеряла. Но цветонос она не пробудила. Ноябрь я от них, конечно, большого роста и не жду. В Аделуба Пинеда очень хорошо вырастила этот листик. Он был меньше, чем вот этот. И так же у меня все в порядке с корешками. Все живы. Отрезала я этот больной листик без никаких последствий. То пятно и не собиралось распространяться. Очень-очень минимально вырос этот листик. Это хироглифика. Все корни живы, все корни целы. Но пока что еще не в росте. В принципе, вполне удовлетворительное их состояние. Это все-таки видно, в дороге был поврежденный лист. И он засох. То ли это был кейк, то ли бутон. Но он засох. И кто это, мы не узнаем. Пока не застарится и не зацветет. Вот буквально сегодня я увидела, что у него начали расти новые корешки. А так все было так не очень. Так что адаптация идет потихоньку. Как для этого времени года, вполне даже хорошо. На этом уже все. Всем пока-пока. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok